В сквере рядом с Центром культуры и досуга приятная прохлада. В этот раз работники культуры читали стихотворение Михаила Лермонтова, «Когда волнуется желтеющая Нива». Волнительно всегда прикасаться к такого рода творчеству, потому что сам для себя ставишь планку, что надо это все не просто прочитать, надо это все прожить, чтобы передать тот трепет, который испытываешь подсознательно. Стоит отметить, что «Когда волнуется желтеющая Нива» – особое стихотворение. Поэт написал его в заключении. Он был арестован после создания произведения «Смерть поэта». Когда волнуется желтеющая Нива, И свежий лес шумит при звуке ветерка, И прячется в саду малиновая слива Под тенью сладостной зеленого листка. Когда росой обрызганный душистый, Румяным вечером или утра в час золотой, Из-под куста мне ландыш серебристый Приветливо кивает головой. Когда студеный ключ играет по оврагу, И, погружая мысль в какой-то смутный сон, Лепечет мне таинственную сагу Про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряются души моей тревога, Тогда расходятся морщины на челе, И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бога. Более года существует проект «Стихи живут». За это время в нем приняли участие военные и волонтеры, водители и рабочие, Учителя и учащиеся городского округа. Всего более 60 человек. Огромное спасибо, говорит районный историко-культурный центр, Всем трудовым коллективам, всем организациям, принявшим участие в нашем проекте. Стихи живут повсюду, потому что поэзия помогает нам видеть мир вокруг, видеть Бога в себе. Чтение произведений русских классиков в рамках проекта «Стихи живут» проходит раз в месяц. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова